Люди, пострадавшие от радиации при взрыве атомной электростанции на Чернобыле и при содействии ликвидации последствий аварии, относятся к льготной категории граждан. В связи с этим им полагаются различные пособия и льготы. Давайте выясним, какие можно оформить компенсации чернобыльцам за вред, причиненный их здоровью. Кто вправе претендовать на компенсации чернобыльцам? К чернобыльцам относятся отнюдь не только лица, которые находились вблизи места катастрофы на атомной электростанции. К данной категории граждан относятся следующие лица. Люди, пострадавшие от радиационного излучения и получившие вследствие его воздействия лучевую болезнь или иное заболевание. Граждане, которые перенесли лучевую болезнь и заболевание. Вызванные вредоносным воздействием радиации. Люди, в отношении которых была установлена инвалидность из-за ухудшения здоровья, связанного с радиационным излучением. Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, ставшие инвалидами из-за. Радиации. Лица на постоянной основе, проживающие на загрязненных из-за аварии на ЧАЭС территориях. Военнослужащие, включая служащих в советской армии, помогавшие в устранении последствий чернобыльской катастрофы. Служащие органов. Внутренних дел и пожарной службы, которые трудились в зоне отчуждения. Граждане, которые были эвакуированы села загрязненной территории. Медицинские работники, трудившиеся на зараженных территориях. Доноры костного мозга, спасшие. Жизни людей, пострадавших от радиации при аварии на ЧАЭС. Компенсация чернобыльцам за вред здоровью. Основным видом материальной помощи в рамках программы социальной помощи чернобыльцам является компенсация за причиненный здоровью вред, которую могут оформить все названные нами категории граждан. Дополнительные социальные выплаты закреплены действующими законами РФ. Сумма доплаты определяется следующим образом. РС равно РССС, где РС – размер доплаты к зарплате чернобыльца. РС – размер зарплаты, которую чернобылец получал ранее. РСС – размер зарплаты, которую чернобылец получает сейчас. Доплата будет производиться не всегда, начисления прекратятся в тот момент, когда получатель льготы полностью восстановит здоровье и сможет вернуться на прежнюю должность с повышенным окладом, или когда чернобыльцу будет оформлена. В том случае, если жертва аварии на ЧС полностью утратил работоспособность на какой-то период времени, государство полностью компенсирует ему утраченный заработок. Причем выплаты подлежат индексации, чтобы покупательская способность не была снижена из-за инфляции. Также чернобыльцы могут рассчитывать на выплаты в следующих размерах – 881,25 рубля в месяц на самого чернобыльца и его детей в возрасте до 14 лет, на покупку продуктов питания – 3685,17 рубля в месяц для чернобыльца, получившего. Третью группу инвалидности – 9,212 рублей, 98 копеек в месяц для жертвы аварии на ЧС, которому была присвоена второй группа инвалидности, 18,425 рублей, 94 копейки в месяц для пострадавших от радиации настолько, что им была присвоена первая группа инвалидности. Сроки выплаты компенсации инвалидам первой, второй, третьей группы за причиненные здоровью вред нерегламентированные начисления будут производиться бессрочно. Прочие выплаты для чернобыльцев. На законодательном уровне утверждены иные выплаты для отдельных категорий граждан, относящихся к чернобыльцам. Вдовы жертв аварии на Чернобыле могут оформить компенсацию 50% фактической стоимости услуг коммунальных служб и твердого топлива при проживании в частных домах без центрального отопления. Иждивенцы умершего ввиду чернобыльской аварии человека, нетрудоспособные дети, внуки и другие родственники, вправе рассчитывать на ежемесячные выплаты и единовременную компенсацию. Ежемесячное пособие будет рассчитано, исходя из числа иждивенцев умершего гражданина и присвоенной ему перед смертью группы инвалидности. Пострадавшие от радиации и эвакуированные из зараженных территорий, граждане получают компенсацию материального ущерба в случае утраты имущества. Недвижимость должна была находиться в собственности на 1 января 1994 года, квартиры дома, дачи, хоз, построек, домашние утвари, предметов длительного пользования, сельскохозяйственных насаждений, посевов и животных. За потерю личного имущества предусмотрена единовременная компенсация в размере 14 680 рублей 74 копеек на каждого члена семьи. Дети первого поколения чернобыльцев, получивших заболевание из-за катастрофы на ЧАЭС, будут получать по 84 рубля 21 копейки в месяц дети школьного возраста и по 433 рубля 6 копеек в месяц детям дошкольного возраста на оплату питания. В школе и детском саду. Пособие по беременности и родам, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и до 3 лет, будет увеличено в двух раз в сравнении со стандартной выплатой. Региональные ежемесячные пособия по многих субъектах РФ также увеличены благодаря особому статусу людей, пострадавших от аварии на ЧАЭС. В качестве компенсации чернобыльцам на федеральном и региональном уровне для них установлены различные льготы. Дополнительный ежегодный отпуск продолжительностью до 14 дней без сохранения заработной платы, которые можно присоединить. К основному отпуску или отгулять независимо от него частями или полностью. Дополнительный ежегодный отпуск продолжительностью от 7 до 14 дней в зависимости от возраста гражданина на дату катастрофы детям, которые родились ранее 1 апреля 1987 года. Года? Читайте также статью «Выплата чернобыльских пособий по уходу за ребенком до 1,5 и 3 лет в 2020 году». Как оформить компенсации, полагающиеся чернобыльцам? Обратиться за получением компенсации необходимо в территориальное отделение органов социальной защиты населения. Подать документы можно в любое время, сроки обращения не ограничены. Если человек недавно зарегистрировался по месту жительства, следует предоставить подтверждающий факт регистрации документ. Если компенсации ранее были назначены, нужно сообщить об этом. Читайте также статью «Пособие на ребенка в Брянской области». Какие документы нужны для получения компенсации чернобыльцам? Чтобы начать получать положенные компенсации и выплаты, чернобыльцы должны подготовить следующий комплект документов. Документ, где получить заявление о назначении компенсации жертвам чернобыльской аварии, бланк и образец будет выдан. По месту подачи документов паспорта РФГУ в МВД, справка о составе семьи, паспортный стол, удостоверение чернобыльца УС, трудовая книжка с последнего места работы, заключение медико-социальной экспертизы для инвалидов, бюро М-свидетельства. О рождении детей органы ЗАГС документы о праве собственности на утраченное из-за переезда имущество, в зависимости от способа приобретения имущества, законодательные акты по теме. Федеральный закон от 15 мая 1991 года, номер 1244-1, о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС типичные ошибки. Ошибка. Человек, пострадавший от аварии на ЧАЭС, требует компенсации утраченного имущества в виде квартиры, которая была оформлена в собственность позднее 1 апреля 1994 года. Комментарий. Компенсируется только утрата недвижимости, зарегистрированной в собственность чернобыльца до 1 апреля 1994 года. Ошибка. Женщина, являющаяся супругой чернобыльца, получает стандартные выплаты по беременности и родам. Комментарий. Родственникам чернобыльцев и членам их семей полагается выплата по БР в двойном размере. Ответы на распространенные вопросы про компенсацию чернобыльцам. Вопрос номер один. Можно ли обратиться за выплатой компенсации за причиненный здоровью вред из-за аварии на ЧАЭС спустя несколько лет после переезда с зараженной зоны? Ответ. Да, сроки обращения за компенсационными выплатами не регламентированы. Видеосоветы. Что такое чернобыльский сертификат или льготы, которыми мы не пользуемся? В видео раскрывается информация о том, что такое чернобыльский сертификат или льготы, которыми мы не пользуемся. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!